Русские новости 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 Забивают весь эфир Конечно, я лично вообще в футбол никогда не смотрю Потому что мне омерзительно само понимание того, что связано с этим так называемым видом спорта Который спортом уже давно не является Ну что вы видите людей, которые выходят от души во дворе поиграть, погонять мячишко Да нет, уже эти годы давно прошли Все профессионализируется до какой степени? До степени вырождения в человеке самого человеческого То есть это превращение его в элемент шоу, в какой-то бизнес-проект Ведь все это бизнес-проект Все эти олимпийские герои, которых надувают в таком количестве Это же будущие представители шоу-бизнеса Их будут приглашать, их будут делать брендами различных товаров Использовать привлеченное к ним внимание Даже если они никаких героических подвигов не совершили Это, конечно, чудовищно То есть как таковые олимпийские герои исчезают И исчезает привязка этих олимпийских героев К месту своего рождения К гражданской общине Что это за люди? Что они делают? Для чего проводятся эти мероприятия? Я посмотрел еще, как любитель боевых искусств Несколько поединков в тэквондо и в боксе Ну это просто ужас какой-то Тэквондо выродилось Мои дети 20 лет назад, чуть меньше, может 15 лет назад Занимались тэквондо Это был действительно настоящий боевой вид искусства И действительно там наносились акцентированные удары Бить рукой в голову нельзя было Но в корпус обязательно били Ногой в голову били В общем, не щадя со всей силы В общем, да, крови разбивали Здесь это какое-то фехтование Ногами Такие шлепочки Выглядит это просто отвратительно Это уже не боевой вид искусства Это какие-то богомолы сошлись И то без каких-то шансов нанести друг другу Какой-то действительно существенный удар То есть это не похоже уже на то Чем было когда-то Тэквондо И откуда выходили действительно сильные мастера Боевого искусства А не спортивных вот этих перепрыжек На виду у зрителей Бокс стал вообще черти чем Когда боксеров одели в перчатки Которыми невозможно наносить удары То есть там расслабленная рука И вот это такой пузырь Которым надо размахивать И тыкать в сторону противника В общем, полная чепуха Сила удара перестала иметь какое-либо значение Поэтому тоже постоянные прыжки Постоянная беготня по залу Даже мне как-то женские поединки понравились больше Там какая-то интрига есть Там какие-то есть силовые элементы Что-то там есть А вот мужской бокс Позорище просто невозможное Даже на уровне чемпионских боев Я не так много их посмотрел Потому что тошно было смотреть Все это вырождается Все вырождается И превращается в свою противоположность Особенно в Российской Федерации Да, от Сочинского Олимпиады Можно сказать, купили Купили спортсменов Купили, я не знаю, там, судьям Сколько заплатили Сколько Варьяра стащила По карманам Сколько они набрали Себе за то, что они обслужили Путинскую пиар-компанию Это вопрос К будущему уголовному расследованию Но вот та радость Которая возникает От каких-то побед Она как-то настолько Локальна и периферийна В нашей жизни Что ее принимать во внимание невозможно Я думаю, что тоже Все это будет превращено в шоу Все эти олимпийские чемпионы Вот раньше для них Почему-то выделяли МГИМО Как такой институт Куда они поступали Тут же с дипломатами Их направляли Независимо от того У них там золотая медаль Или просто понравился Человек кому-то на верхах Направляли в Государственную Думу Сейчас, я думаю, там полно будет У нас таких спортсменов Артистов И всяких таких деятелей Которые никакого отношения К политике не имеют Ничего не понимают Ни в правовой системе Ни в смысле государства Ни в смысле служения этому государству Они будут служить своим интересам И поскольку им такой дар предложен То они будут обслуживать интересы начальства Независимо от того, какие у них там были Установки-то, собственно, жизненные У них и были уже сломаны То есть надо нравиться публике И нравиться начальству Не столько публике, сколько начальству Потому что начальство тебя выводит на публику На публике ты играй То, что приятно этой публике А делать ты будешь то, что тебе скажет начальство Вот это, конечно, отвратительно Это распад Это период распада Римской империи Вот какой-то аналог Гибели, по сути дела Гибели государствообразующей нации И подмена всего того, что было героического Подвижнического Всего того, что сформировало самосознание нации Вот этими шоу Этими обманками Это имитация Имитация олимпийских игр Имитация чемпионства Имитация спорта Имитация даже физической культуры Потому что она исчезает Хотя люди, судя по моим скромным наблюдениям Не охватывающим, конечно, существенную часть населения Как-то люди стали избегать Вот этой дикой полноты Которая часто просто отвращала взгляд в сторону Как-то все стали более подтянутыми Но это не значит, что есть спорт Есть физкультура, есть фитнес Есть все, что угодно Но это все доступно только людям, обладающим Действительно обладающим достатком Для подавляющего большинства граждан России Недоступно вообще ничего Они просто сидят дома И им не до этих фитнес-центров Не до этих физкультурно-оздоровительных комплексов Потому что у них элементарно нет денег Для того, чтобы оплатить услуги тренеров И сейчас, пользуясь тем, что Олимпиада Вот все как-то это внимание взбудоражено Накачено Ну, собственно, вот куда как не включишь телевизор А это делают все люди Подавляющее большинство людей каждый день Я отношусь не к тем людям, которые каждый день смотрят телевизор Даже к тем, кто почти его не смотрит Вот просто в летний период На даче чуть больше времени И интерес к Олимпиаде все-таки по старой памяти сохраняется Я телевизор включаю Раз включает человек телевизор Он видит Олимпиаду И вот это шоу как-то возбуждает на фоне избирательной кампании Интерес к вопросам спорта, физкультуры, здоровья И, конечно, все так называемые лидеры так называемых партий Начинают говорить о том, что нам нужен массовый спорт Нам нужно восстановить У нас есть то и это, и пятое, и десятое И у нас нужно только подтянуть уровень сборной И подтянуть массовый спорт Говорить они говорят, делать ничего не будут И проверка показала Ничего они делать не будут Они не для этого занимаются избирательными кампаниями Для таких частных интересов попасть в Государственную Думу Это считать, что жизнь удалась Что ты прославился Что у тебя есть невероятный статус И ты можешь свои собственные интересы подкреплять депутатским мандатом Больше ничего Там особенно и не требуется Что там? Требуется отчитываться перед избирателями? Нет, никто никогда не отчитывается Требуется участвовать в законодательной деятельности? Так они и не умеют Как они могут в ней участвовать? И не будут Требуется приходить на заседание? Ну если начальство постучит кулачком Тогда может быть придут А так вообще там дежурные депутаты Из таких особенно обездоленных избираются Они бегают по рядам Кнопочки нажимают Так как отсигналит им дежурный Тоже дежурный Которому уже предписано Как за какой закон голосовать Ничего не обсуждается Никому это не нужно Но если кому-то надо физиономии посвятить В телевизоре Он там появится Что-то там за жизнь скажет Может быть правильное Может быть неправильное Разницы-то нет Все равно ничего от этого не меняется То есть реально политической деятельностью Политической борьбой В этой думе предстоящей Которой, конечно, будет объявлено Созванной после 18 сентября Заниматься будет некому И какие же мы тогда дураки Какие же мы бараны Если мы пойдем голосовать За то, что известно заранее До нашего голосования Состав Государственной Думы Ну может за мельчайшими изменениями Уже предопределен Уже известно Кто в каком округе победит Сколько человек Государственную Думу пройдет Думаю, что 4 нынешних парламентских партий пройдут Вот Если они даже не соберут голоса То им их добавят Для того, чтобы они барьер преодолели И еще 2-3 партии Получат какое-то представительство в Думе Либо пройдут одномандатники Ну там 2-3-5 человек Может быть Либо они преодолеют 3-х процентный барьер И там появятся микрофракции Микрофракции из одного-двух человек Тем не менее Эти люди все равно К кому-то присоединятся И как были 4 фракции Так и останутся Как была их риторика Уже до тошноты знакомая Жириновский там Что Зюганов Или Миронов Все одно и то же Ну а в Единой России Там человек в футляре очередной будет Не знаю Нарышкину Предоставят возможность Опять демонстрировать Полную недееспособность Как лидера парламента Или кого-то другого поставят В общем-то Это нам не должно быть интересно Потому что Это не наши представители Это не народное представительство Это обман Это шулерство Если кому-то кажется Что можно с шулерами сесть Поиграть И чего-то выиграть Ну они конечно выиграют Все понятно Ну может на копеечку Мы все-таки выиграем Ну хоть одного депутата Приличного мы получим Это конечно самообман Потому что даже если возникнет Ну каким-то просто чудом пройдет Человек действительно боец Действительно тот, кто будет сражаться За национальные интересы Что с ним будет в этой Государственной Думе Ну даже белоленточники Которые в общем ничего не сделали Ну проявили минимум фронта Были просто оттуда Выперты Выперты из своих фракций И даже из Государственной Думы За то, что они якобы Вот не ходят на заседание А почему они не ходят? Ну их как только появился Тут же тебя арестовали Это что? Повод для того, чтобы ходить На заседание Государственной Думы Чтобы тебя арестовали? Ну это бред конечно Никакой политической неприкосновенности Для депутата не существует На самом деле его могут И убить И растерзать там где-нибудь на улице Случайным образом Если он окажется Кому-то очень захочется это сделать И в тюрьму он может попасть Нет политической защиты Нет никакой И перед чиновником нет Скажем депутатский запрос Отправить Это дело не сложное Вроде как Если ты владеешь определенным вопросом Но тебе на него просто могут не ответить Или ответят там В огороде Бузинавки И видять Конституционный порядок соблюден Все в порядке Не беспокойтесь Вот отношение чиновников К депутату Даже если это депутат народный Действительно Что он получит? Ну вот получит вот это У нас был эксперимент Фракция Родина была И там было Несколько десятков приличных людей И до десятка людей Русских националистов И что получилось из этого? Из этого получилась Большая кампания Против русского национализма Против русских вообще Против участия национальных патриотов В каких-либо выборах Теперь они в выборах не участвуют Ну и с какой же стати Вы, люди, собираетесь Избиратели Идти на выборы Поддерживать кого? Либерастов Коммунистов Ставленников олигархии Кого? Кого? Где вы найдете людей Которые вообще действительно Подлежат поддержке? Ну там появились у нас Якобы какие-то нацдемы То есть те же самые либерасты Только с каким-то оттенком То есть либералы Но для русских Русский либерализм Такой нацдемовщина Есть кандидаты в депутаты Такие Ну вроде одного нашли Хорошо Вы можете за него проголосовать Ради Бога Проку от этого Сколько? То, что вас предавали Многократно Те, за кого вы голосовали Это же понятно Почему? Человек слаб Человеческая натура слабая Поэтому очень просто Конвертировать Вот тот потенциал доверия Который получают на выборах В какую-нибудь должность Легко Особенно для тех Кто уже в какой-нибудь должности побывал Вот что ожидается Что мы получим в исходе Я не верю Что в будущей Государственной Думе Будет хотя бы один человек Достойный поддержки Русских националистов Или просто русских людей Поэтому я считаю Что русский национальный фронт Правильно принял решение На выборы Не ходить И другим Посоветовал сделать то же самое К сожалению Голос наш слаб Потому что Мы не допущены Ни в какие средства Массовой информации И мнение о том Что на этих выборах Делать нечего И что они тотально фальсифицированы Просто негде изложить На тех ресурсах Которые действительно Достигали бы Уше и сознание людей Но мы делаем то, что можем Мы опубликовали Своё заявление Мы предложили людям подписать Ну Понимаете Против законов Яровой Собрали 600 тысяч подписей Собрали ли Или это какая-то Закулисная интрига такая И вот электронным образом Собрали 600 тысяч Это действительно 600 тысяч проголосовали Ну я тоже проголосовал Хорошо там Остальные тоже готовы Были проголосовать Я думаю, что подавляющее Большинство даже не знают Что такое закон Яровой Просто вот Старуха Шапокляк Как-то вот Против неё проголосовать Сам Бог велел Можно даже не разбираться Вот А наша декларация Наше заявление о том Что на выборах делать нечего Это фальсифицированные выборы И мы на них не пойдём И другим не советуем Он вообще не собирает голосов То есть мы развешали везде Там в Фейсбуке В Контакте В Одноклассниках Но нету На Change.org Еле-еле там капает По несколько голосов в день Ну это смехотворно Почему так получается Конечно за деньги Можно раскрутить Любой ресурс Расставить Реклама везде пойдёт И такой инструментарий Есть в социальных сетях Заплатил деньги И всё будет раскручиваться Ну извините Нет у нас таких денег Мы рассчитываем только На осознание граждан Что человек посмотрит Сделает репосты Кругом расставит Своим друзьям разошлёт Ну как-то вот не складывается Этот поток Такой информационный взрыв Не создаётся Вот идёт такое Вяло текущее тление мозгов Больше ничего Хотя я понаблюдал За теми новостями Которые в лентах Социальных сетей у меня есть Это поток против выборов Поток такой критики Поток насмешек Издевательств Над нынешней властью Над теми Кто участвует в выборах Ну вот как-то Синтегрировать Всё это негативное отношение К фальсификации выборов Она просто налицо Через месяц выборы Сегодня 19 августа Кстати 25 лет С момента антигосударственного переворота Который провёл Ельцин Правда этот переворот Завершился В декабре Когда они просто Распустили государство И раздали По этническим квартирам Этническим бандам Своим коммунистическим Этническим бандам Раздали куски нашей страны Ну вот через месяц выбора 18 сентября Надо знать эту дату В какую Надо ни в коем случае Не тащиться на избирательный участок А до этой даты Успеть переговорить Со своими родными Знакомыми и близкими И доказать им Что эти выборы Полностью фальсифицированы Что на них некого Абсолютно поддерживать Ни отдельных Одномандатных Кандидатов Ни кандидатов От каких-либо партий Никого Там нет ни одного Человека Кровно связанного С русским народом И интеллектуально И ментально связанного С русской национальной традицией Их там нет Вообще нет Поддерживать некого Я предлагаю Не заниматься Этой ерундой Хотя деньги Они вламывают Колоссальные Я знаю Даже тут На уровне Какого-нибудь Мелкого поселения Они платят В одни руки По десятки тысяч Председатель Какой-нибудь Крошечной Районной Избирательной комиссии Или на избирательном участке Кто там будет руководить Получает 60 тысяч рублей Вот это сейчас Я буквально сегодня Об этом узнал Что вот такие деньги Раздаются За привлечение Людей На избирательный участок И там еще Я думаю Премии добавят Они стараются Деньгами Компенсировать То отсутствие Интереса к выборам Которое очевидно Потому что Не о чем говорить Не о чем дискутировать Полная бессмыслица Все партии Являются филиалами Одной партии Партии Кремля Партии Путина Партия олигархи Которая Терзает Уничтожает Нашу страну И наш народ Что будем делать Нам надо Объединяться В альтернативную силу Русский национальный фронт Приглашает Нам все время пишут Чего вы не объединяетесь Чего вы не объединяетесь Да объединились мы уже Вы то где Вот те кто призывает Объединяйтесь Объединяйтесь Вы то где Вас нет Мы вас не видим Не замечаем Вы не приходите На наши мероприятия Вы не читаете Наши ленты Вы не записываетесь К нам в друзья Не вступаете В группы Которые нами Организованы В социальных сетях Вконтакте В фейсбуке И некому В этих сетях Работать Вот мы работаем Сколько нас есть Мы публикуем Все время Чего то там такое Ворошимся Активность проявляем А вы то где Если вас нет Тогда что вы ноете О том что Вот никто не объединяется А если бы объединились То мы бы Да вы ни на что Не способны В этих условиях Когда объединение Уже произошло Всякие там шавки Которые говорят Вот приходите к нам Мы вас все время звали Не звали они Это люди Которые обслуживают Ныне действующий режим Это фальшивки Вот Надо научиться Уже Пора бы научиться Различать Истинных националистов От наемных От управляемого национализма От этой Концепции Кремлевской урны Управляемый Русский национализм Эта урна Уже все Спеклась Она сгорела Проржавела Дырявая Видна со всех сторон Понятно Что это за урна А вы все еще Рассчитываете Что в этой урне Заведется что-то Разумное Доброе Вечное Не получится Только те Кто стоят На платформе Идеологической платформе Русского национализма Они всякая там Шпана футбольная И так далее Вот только те Олицетворяют Русское национальное движение Я имею ввиду Конечно Русский национальный фронт Здесь больше всего Русского Чем где-либо По стране Чем в какой-либо Организации Чем в какой-либо Партии Здесь Есть почва Для объединения Есть возможность Вместе Добиваться того Чтобы все-таки Русский народ С гибельного пути Ушел И ныне действующую Власть Отправил В историческое Небытие А установил бы Ты утвердил бы Русскую национальную власть Мы стремимся к этому А где вы Вы чем занимаетесь Вы только критикой Будете заниматься Или там будете Гадости писать Мне то и дело На моей странице В ютубе Или еще где-нибудь Ну присылают Всякие пакости Там угрозы И так далее Но я на это Мало внимания обращаю Меня интересуют Не те Кто похлопает по плечу И скажет Ну я с вами согласен Вы так хорошо сказали Я так с вами Во всем согласен Вот Мало кто говорит А как бы мне К вам присоединиться Я могу сделать То-то-то-то-то Давайте я Примкну к вам Или у меня есть организация Я создал организацию Я хочу вступить в русский национальный фронт Чтобы мы действовали заодно Чтобы мы По каким-то общим программам Развивались Чтобы я что-то черпал у вас Вы что-то взяли у меня Давайте вместе Где эти люди Где эти люди Сейчас по чайной ложке Такие люди прибавляются Мы как будто На самом дне уныния Находимся Когда никому ничего не надо И все занимаются Индивидуальным выживанием Есть в этом какой-то смысл В этом индивидуальном выживании Да нет Это жизнь лишенная Всякого смысла Если вы не видите Жизни России И русского народа После себя Это полное Обессмысливание Своего существования Только жрать И относить это В места отхожие Это разве По-русски Такая жизнь Русские Извечно Жертвовали собой За свой народ За свое государство За Други своя Это Русская этика Русское Самосознание Есть ли сейчас это Ну вот Юрий Якишев сидит в тюрьме Ему кто-то помощь оказывает Ну хорошо Вы не можете быть юристом Вы не можете У вас рабочее время Когда происходят эти судебные заседания Ну я не знаю Пришлите денег 500 рублей На счет адвокату Или возьмите Открыточку Напишите Или хотя бы Сделайте репосты На своей странице О том Что Юрий Якишев Сидит в тюрьме Ну просто Ровным счетом Ни за что Как у нас Знаете Такая Ни за что Не сажают Со сталинских времен Ни за что У нас дают 10 лет Или там 5 лет Вот здесь вообще Нет причины Причина то есть Нет юридического основания Для того чтобы Человека посадить в тюрьму И держать Якобы они там следствие Какое-то ведут Это ложь полная Никакого следствия нет Просто вот соратник Полковника Квачкова Должен был быть арестован За что зацепиться Не знали за что Сказали сажайте Там что-нибудь найдем Вот так и происходит Понимаете Любого из русских активистов Можно так арестовать А потом Ну что-нибудь найти Давайте обыск сделаем Что-нибудь найдем Может быть Может быть какую-нибудь статейку Там нам эксперты Какую-то фальшивку Состряпают А мы эту фальшивку Объявим Истинной в последней инстанции И суд объявит приговор Вот примерно так Примерно так происходит То есть нет этого Движения солидарности Вот солидарность Почему-то с этими людьми Из олимпийской команды Которые к нам Русским Отношения никакого не имеют Некоторые Даже как-то Меня покоробило Особенно большое число Нерусских фамилий Среди тех Кого нам представляют Как олимпийских героев Какая с ними Может быть солидарность Если наши люди Плоть от плоти Русского народа Посажены в тюрьму И если так То у нас Не может быть того Что мы могли поддерживать Но какого-то отдельного человека Мы можем считать Достойным уважением И так далее Но чего прыгать-то От радости до потолка От того Что кто-то там Получил бронзовую медаль Не то что золотую Бронзовую Прыгают Радуются Чему радуемся Чему радуемся Страна не наша И герои эти не наши И чемпионы не наши И достижения не наши Все не наше Все это для нас Сделано Чтобы мы были Полными дураками И пошли снова голосовать За вот этих проходимцев Ну и завершая Скажу что Мы ждем вас Русские люди В русском национальном фронте Мы проведем еще одну конференцию По выборам Правда Скорее видимо В форме круглого стола Приглашаем на круглый стол Экспертов Ну настоящих экспертов Не то что Сейчас людей таких Позвелось Которые объявляют себя Чуть ли не оракулами Мне то Два императора писали То какой-то там Изобретатель Который изобрел Всемирный закон Всего Обо всем То еще какие-то вот такие чудаки Или какой-то человек говорит А я знаю Что делать в сельском хозяйстве Я спрашиваю Ты в сельском хозяйстве Ты хоть работал Хоть день Нет Но зато я знаю И вот таких знатоков У нас полно Которые готовы Переустраивать страну По своим фантазиям Правда Их никто не слушает И я тоже не хочу их слушать Потому что Это полная бессмыслица Люди не имеют Приложения сил Вот этой точки Которая действительно Что-то бы изменяла Они не слушают специалистов Они изучают вопрос Хочешь ты по сельскому хозяйству Христо ради Пойди Работать в эту сферу Изучи эту сферу В конце концов Ну я не знаю Там лет за пять Читая там Специальную литературу Наверное Может самообразованием Достигнуть какого-то уровня Но этого же не делают Начинают сразу писать Как нам Как мне обустроить Россию Со всех сторон В особенности Как землю пахать Которую я никогда не видел Вот От этого надо отвлечься Есть политическая задача Приведение к власти Русских людей Есть ядро русского движения В русском национальном фронте Его надо поддерживать Поддерживать делом Не похвалами И не советами Не нужны Не похвалы Не советы Понимаете Ну тем более поношение Знаете Вы не так делаете Ты неловок Дай-ка я Ну сделай Если ты знаешь как Сделай сам Не надо только Соваться со своими советами Туда о чем ты вообще Не имеешь никакого представления Надо поддерживать то что есть Можно сказать Осталась последняя структура Русского движения Которая не обляпана грязью Хотя и пытаются Швыряется в нее грязью Но нет Вот русский национальный фронт Приходите в русский национальный фронт Здесь нет какого-то Знаете Такого вождизма Лидерства У нас нет Нет лидера У нас организации Которые сплотились вместе У нас штаб Который работает Как сообщество Единомышленников Там на отдельное заседание У нас может быть Какой-то председатель На следующий другой председатель И мы нормально работаем То есть вот эта коалиция Людей с взглядами иногда Развлечающимся довольно сильно Но тем не менее Эта коалиция есть И это русская национальная коалиция Русский национальный фронт Почему вы еще Не в русском национальном фронте Вот этот вопрос Я задаю Зрителям Русских новостей Если вы смотрите Русские новости Наверное Вас русский вопрос интересует Если он вас интересует Просто как наблюдателя Со стороны Который лузгает семечки И смотрит Ну чем же это все закончится То знаете Можете не смотреть Это бессмысленно Бесполезно И не для вас Я все это говорю А я говорю для тех Кто хотя бы потенциально Может включиться В русское национальное движение Пусть сначала Не в русском национальном фронте Пусть обособленно построит Какую-то свою организацию Пусть потом приходит И объединяется с нами Вы можете Нас найти По нашим ресурсам в сети По публикациям По русским новостям Можете связаться Можете договориться О совместных действиях Скажем У нас будет русский марш Мы будем его организовывать Конечно без вот этой шпаны Которая опять лезет под ноги нам Если вы хотите этим заниматься В регионах и так далее Ну давайте мы свяжемся Обсудим Как все это сделать Давайте мы договоримся О совместных лозунгах Подготовим Единообразные какие-то Плакаты С какой-то символикой Которая будет близка всем Давайте сделаем общее дело Мы как-то попытались Однажды у нас получилось Когда мы по переписке В социальной сети Сделали И вот мы провели День в защиту Русских политзаключенных Провели по многим регионам Где-то это одиночные пикеты были Где-то были целые шествия Но потом это как-то все рассыпалось Потому что люди начали обсуждать Какие-то посторонние вопросы Переругались Все наплевали друг другу в душу Разошлись Вот это Наверное кому-то большая радость Нашим врагам Что мы расплевались Разошлись А все-таки Объединиться И не подлечить Вот это первый принцип Мы объединяемся Не для того Чтобы друг другу Ножку подставить Или наплевать кому-то в душу Ради общего дела У нас сначала была Русская коалиция действий Теперь русский национальный фронт Мы объединяемся в действии Мы планируем действия Мы их осуществляем Мы совместно выпускаем документы А если люди сходятся Для того чтобы Потягаться Кто из них первей Кто из них лучше Кто из них захватит Внимание публики А потом расплатится Своей популярностью С какими-то закулисными силами Вот это не нужно Вот этих негодяев Мы уже знаем по именам В лицо и так далее С ними конечно иметь дело нельзя Невозможно И я не советую Не советую соваться туда Где вот эта урна Устроена специально Чтобы туда сбросить Вообще Все русское национальное движение Упаковать крышечку Закрыть И отнести куда-нибудь Я не знаю В крематории Чтобы ликвидировать Вместе с русским народом Еще раз Кто за русское движение Кто за русский национализм Правильно понятый Понятый в духе Русской национальной мысли Тот должен приходить к нам Тот должен вступать В русский национальный фронт Организациями Индивидуально И совместно проводить действия Вот наше первейшее действие Сегодня Против фальсифицированных выборов Мы их не должны признавать И каждый должен сказать Я эти выборы не признаю И всем остальным Советую считать Эти выборы фальшивыми Народное представительство Отсутствующим А организаторов этих выборов Считать государственными преступниками Которые захватили власть Не то что даже превысили Должностные полномочия А совершили очередной Государственный переворот В форме выборов Они спрятали за выборами Этот государственный переворот Вот давайте мы На этой позиции остановимся Соединимся на этой позиции Ну хотя бы до выборов И небольшого Поствыборного периода А там найдем еще В чем там В защите политзаключенных русских В формировании русского списка На будущие выборы На которые мы наверное Должны будем выйти Потому что там будут еще президентские Договоримся о том Кто будет нашим кандидатом в президенты Мы уже как-то высказали И я не раз высказывал Пожелание объявить Нашим лидером Нашим кандидатом в президенты В 2018 году Владимира Васильевича Квачкова Несмотря на то что Взгляды могут быть разные У нас у всех разные взгляды Некоторые нюансы Там что-то кому-то не нравится И так далее Ну вот есть реально Русский мученик За наше русское дело Его мы должны объявить Кандидатом в президенты Начать сбор подписей Сбор подписей Легально выступающих В поддержку Владимира Квачкова И многих его Идей и соображений По поводу Ныне действующей власти И нынешних безобразий Которое она творит Если мы это сделаем Мы должны собрать 2 миллиона подписей Ни за один месяц Как они нам предлагают Ни один человек Не собирал этих подписей Поверьте Даже когда кандидатом Был какой-нибудь Медведев И его выдвигали Соберили Это все Ложь, вранье Ничего они не собирали Дали задание Все оформили Так вроде бы как собрали Мы должны реально собрать 2 миллиона Легально выступающих В поддержку нашего кандидата Тогда мы их сломим Мы их тогда сломим Когда у нас будет Единый русский список Без шелупони Которая дискредитировала Русское движение И сотрудничает То с либерастами То с коммунистами То с ныне действующей властью А чаще всего со всеми Лишь бы получить Какой-то свой маленький дешевр Вот без них Без них Тут вот я буду стеной стоять Чтобы эта шваль Не подходила На расстояние пушечного выстрела К нашим делам В русский национальный фронт Остальных всех Я при... Вот о ком я говорю Ну это человек 5 Все Больше я На больше не рассчитываю Человек 5 Просто моральных вырудков Которые называют себя Русскими националистами Таковыми не являясь Которые таковыми Никогда и не были Вот Остальным я всем Предлагаю Вот этот общий проект Мы соединяемся Создаем Общую платформу Мы выдвигаем Единого кандидата На президентские выборы На парламентские выборы Я надеюсь Что к этому моменту Все забурлит И эти партии Уже не будут иметь Никакого значения Финансируемой олигархией И мы должны выйти Со своим русским списком Или этот русский список Предложить в альтернативу Всем остальным спискам Он должен быть создан Приглашаю еще раз За русскую власть За русское национальное государство Россия и русскую власть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова